Если ты выйдешь на площадь, то тебя ждет пуля, тебя признают экстремистом, террористом и тебя посадят. Была политика, прежде всего, собственного казахского руководства. Они говорили следующее, что не платите большие деньги казахским работникам. Была вот прям четкая работа, то когда что. В общем, организация была очень хорошая. Те, соответственно, стоящие на Алане нефтяники, они все были, стали незаконны. Естественно, это все было спланировано. И полицейские стали убегать. До них не долетали даже эти камни, просто они по команде стали стрелять частами. Заходил морг, они видели, что там трупы лежали штабелями друг на друг сложные. И они лежали как попало. Сколько можно, не знаю, воровать, красть, вот эти махинации придумывать? Мы не гражданское общество. Мы даже не родовое общество. Потому что мы утратили вот это чувство локтя, ответственности друг за другу. Кара, ну ротан. 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 Ну ротан. Кара, ну ротан. Да, конечно, мы можем перейти на русский язык. Значит, вообще события начались в Ерстай Корпорейшн. В компании Ерстай, где более 700 человек вышло на забастовку. И именно с Ерстая, начиная с апреля месяца, и начинается вот это желание рабочих, чтобы не было дискриминации в оплате труда. по отношению с иностранными и местными казахскими работниками, потому что зарплата была совершенно разная. За один и тот же труд наши казахские рабочие получали намного меньше работы. И даже это касалось и на уровне там, где питались, то, что многие писали об этом отдельно от женьёры, отдельно от женьёры. И вот сеньёры иностранцы, которые имеют очень хорошие зарплаты, которые имеют очень хорошие позиции. И наши казахские работники, которые получали меньше, которые и по позициям были, конечно, в основном не такие возможности были, как иностранцы. И вот они все назывались джуниор, и питались столовой отдельно. Но суть в том, что у них уже тогда возникло требование прояснить ситуацию вокруг коэффициента 1,7 и 1,8. Это нефтяной коэффициент 1,1, а второй коэффициент – это региональный. То, что они работают в таких условиях, в Мангестау, им полагалось по решению правительства, по приказу Масимова тоже, коэффициенты 1,7 и 8, то есть зарплата, нефтяная зарплата, и плюс им полагается вот эти коэффициенты, то есть в зарплате добавляется 1,7 и 1,8. И плюс, если они хорошо работали, то они соответствующие премии. Так вот, на Ерсайе началась проблема из-за того, что зарплаты шли в сторону сокращения, и они стали возмущаться. Потом они стали возмущаться из-за того, что наши работники получают меньше намного, и условия, то есть немножко есть дискриминация. И вот в Ерсайе поддержка была оказана им со стороны КМГ, это Кражамбас Мунайгас, уже в Актал, и хотя в самой степи далеко, это Бузачи и другие месторождения, где находилась Кражамбас Мунайгас, основные нефтедобывающие месторождения. И сами работники, они окружили офис в Актал, это 15-й микрорайон, недалеко от моря. И вот здесь они стали требовать того, чтобы им стали платить нормальные зарплаты, потому что зарплата была маленькая, очень маленькая, потому что они нефтяники, и потому что они считали, у них коэффициента 1,8 и 1,8 нет. И плюс в целом у них тарифная сеть была очень низкая зарплата. И вот они долго стояли на забастовке. Во главе их стала юрист Наталья Соколова. И Наталья Соколова, она возглавила профсоюз, ей работники доверили, и она стала защищать и как юрист, и как профсоюзную лигию. И ее после того, как выбрали, она сразу стала писать все требования. И рабочей была перевахтовка, когда не были поданы автобусы работникам, потому что не хотели, чтобы на месторождение поехали рабочие, работники, нефтяники, которые могли там вызвать забастовку. И автобусы не были предоставлены. И кончилось тем, что вокруг этого офиса в 15-м микрорайоне сразу забастовало где-то 500-700 человек. Это уже было 16 декабря, да? Нет, нет. Это было в начале апреля 2012 года. А кто тогда возглавлял Казмуной газом? Тот или какой-то, не помните? Вся система Казмуной газа, она подчинялась напрямую Тимуру Колебайову. Еще до этого Тимур Колебайов продал Мангостал Манайгаз в долю защитных китайцам и заработал огромные, больше сотни миллионов долларов. И вот все эти перетекания государственных компаний, частные руки, а затем продажи нафтанам, компаниям, это все очень возмущало нефтяников Мангостал. И они все хотели, во-первых, сохранить национальную компанию Казмуной газ на западе Казахстана, потому что они понимали, что они приносят основной доход стране, прибыль. И продажа долей иностранным компаниям, она приводит к тому, что сокращаются возможности для самого Казахстана, и эта выручка, она идет уже на Францию. И более того, вот Каражамбас Манайгаз, у них было управление долгое время канадцы. И канадцы там сделали очень хороший порядок, там были сильные профсоюзы, и эти профсоюзы всегда уважались. Они имели очень большие права, и рабочим коллективом, колдоговором, все эти преимущества и права свободных профсоюзов, они были записаны. И поэтому работодатель не мог произвольно в пользу себя изменять прибыль просто так, обманывать, сокращать зарплату. Это все как бы должно было обсуждаться между профсоюзом и работодателем. Вот это на уровне Каражамбас Манайгаз. Но после того, как компании канадцы вынуждены были идти, я не знаю, какая там причина была, пришли как раз китайцы, и долю 50-50 разделили Каражамбас Манайгаз между казахской частью доли и китайской долей. То есть с приходом китайцев, да, вот эта несправедливость началась в зарплате и так далее? Это с приходом китайцев? Или это была такая тактика, политика у Кулебаева, или там у кого в тот момент? Откуда это взято, чтобы казахам меньше платить? Казахам беспонтовые условия создавать? Это была политика прежде всего собственного казахского руководства. Потому что именно казахского руководства... То есть Назарбаева в то время, да? Да. Будем называть все своими юнами. Они говорили в следующем, что не платите большие деньги казахским работам, потому что у них большие зарплаты по сравнению с учителями, врачами. И нам нужно, чтобы не давали большие зарплаты нашим работам. И получилось так, что дискриминация шла здесь прежде всего по стороне собственных хозяев, которые получали прибыль. Это казахское руководство наше собственное. И, конечно, китайцы тоже пришли для того, чтобы извлекать прибыль. И по тому подписанному коллективному договору, один год управляет казахская сторона, директор, другой год китайский директор. И вот китайский директор в этот период, он приказал не давать автобусы для того, чтобы работники могли поехать на месторождение, на вахту и работать. И вот тогда все эти работники, это как птичка, поднесенная, которая взорвалась. И как раз вот это движение всех месторников возглавила тогда Наталья Пополова. Это вот коржамбасная газ. Ее они, самое интересное, что они со всеми документами, защищая свои права против работодателя, принесли в департамент МВД полиции, объяснили им все. Были в прокуратуре, все там тоже объяснили, что все по закону, они требуют как правсоюз независимой свободы. Но Наталью Соколову сразу арестовывают, сажают на 8 суток административного ареста. А потом, когда она должна была выйти из административного приема, ее не выпускает, а возобновляет уголовное же дело. И по этому делу ее посадили на 6 лет. Посадили на 6 лет. Этот процесс был, я на нем находился. И понятно, что на этом процессе абсолютно было придуманные вещи, о том, что она поспитала, якобы, работала, что она проводила митинги на предприятии, и там, что она, естественно, должна была это все якобы согласовывать. Хотя правсоюзные собрания, где бы они не проводились, это прерогатива самого процесса. И кончилось тем, что вот ей дали 6 лет и закрыли ее на последний. И вот эта несправедливость привела к тому, что поднимается уже третье огромное предприятие, параллельно идет забастовка в Ерсайе, тут же бастует Каражанбас Мунайгаз, и тут же начинается забастовка в Узей Мунайгазе. И вот Узей Мунайгаз, ОМГ, это было самое крупнейшее предприятие, и оно было, причем по зарплатам, они были в положении лучше всех. Лучше всех это сколько было в тот момент? На тот момент зарплаты у самых больших, кто получали тогда, это Узей Мунайгаз, средняя зарплата у них была около 300 тысяч. А самые меньшие, это сколько мизерные самые получали? Дело в том, что когда я был уже на Узении, я у них специально спрашивал эти жировки, и по этим жировкам, это ежемесячным выплатам, кредки такие дают каждому из нефтяников. И у кого-то было 170. У кого-то было 160, у кого-то было 200, у кого-то было 250, 300 тоже было. Но, естественно, что руководство получало очень хорошие зарплаты. Ну и иностранцы получали больше. Это сколько, интересно? Там иностранцев не было. Узей Мунайгаз, это 100 тысяч. И вот здесь положение дел было хорошим. Но все равно по зарплатам, они пошли на понижение, перестали выплачивать премии, они по коэффициентам 1,7 и 1,8, они стали давать зарплаты на так, чтобы рабочие не почувствовали эти деньги. Почему? Потому что работники думали, что им дают зарплаты на среднюю зарплату. Вот средняя зарплата, которую вы получаете, исходя из тарифа, на нее дается 70% 1,7 или 80%. Это коэффициент 1,8. То есть нефтяной и местной. Это по указу премьер-министра тогда мусульман. И это, они думали, что это не выполнено. А оказывается, только лишь в ноябре, когда приехала комиссия, уже из Министерства соцзащиты, вот тогда только выяснилось, что эти коэффициенты нефтяников все-таки выплачивались. Но выплачивались они не исходя из средней зарплаты, а исходя из минимального размера оплаты. То есть это порядком, им доплачивалось каждому где-то порядка 15-18 тысяч. И эти деньги, они просто не чувствовали, что это и есть коэффициент соответствующий. И вот они, когда встали на забастовку, они требовали именно коэффициенты 1,7 и 1,9, которых они не видели. в своих зарплатах. А работодатель должен был это им объяснить, что они, во-первых, перестали платить премии, и, естественно, забастовка, соответственно, добыча сократилась, соответственно, премии перестали выплачивать. И, соответственно, конечно, работодатели плюс сначала с налогов, они тоже, конечно, жили очень хорошо. и вот эта дискриминация, разница зарплатов, она чувствуется, потому что, когда встали комиссии выяснять, почему это произошло уже на узенье, то стали отправлять вот эти жировки, ведомости, которые шли в Астану, теми жировками, которые давали им наружу рабочим. Так вот, разница была в два раза. То есть, по зарплатам им всем должны были выплачивать намного больше, почти в два раза. И вот, ну, я не знаю, насколько это правда, когда в Астану у одного из нефтяников поступала дочь в университет, то попросили справку о зарплате ее отца. И вот он пришел в Астану и делал запрос, ему прислали его зарплату. Вот, эта зарплатная ведомость была в два раза больше, чем он получал. И вот он приехал в Джанао Зене, стал показывать всем то, что ему прислали. И вот, это тоже сыграло свою роль. И когда вот лидерами сразу стал местный штаб Узей Монайгазовский центром забастовки, во главе был Акжанат Аминов, но Акжанат Аминов, он старался не приходить на Алан, на площадь, а больше были такие деятели, как очень известные Наталья Жигалиева, которая обливала себя бензином, когда пришли ее арестователи, когда ОМОН в начале июля дали им команду, вся забастовка была на ОС-5, это такое подразделение было далеко за городом, и вот туда приехали ОМОНовцы, они стали всех избивать, они стали переворачивать соклой едой, а там готовились к празднику, это вот начало июля, и в ответ на это избиение, когда дубинками все стали бить, когда автоматы Калашникова там были и стали цепить в спину, а жен этих нефтяников стали тоже третировать, когда они потом пришли в отделение полиции вытаскивали пять мужей, которые были арестованы административно им дали сроки, их вот как раз поставили им синяки, я с ним брал у них репортаж, и вот они показывали свои синяки, когда их автоматами били, прикладами били, толкали их, и так и не дали встретиться с своими мужьями, вот это все привело к тому, что весь Жан-Аузен стал поддерживать вот эту забастовку, и все работники ОС-5 из-за города пешком пришли на центральную площадь, огромную площадь, на Алан-Аузен, и они здесь встали и сказали, мы здесь будем ждать, пока не решится вот наши требования, и они поставили требования, вначале это чисто экономические требования, но потом постепенно стали появляться политические требования, это отмена правительства, потому что которые 7 месяцев они стоят из Басковки, такой помощи нет от правительства, они требовали, чтобы Назарбаев приехал в Жан-Аузен, чтобы навел порядок здесь, и это тоже не было в этой... Назарбаев в те годы был занят, у него же как раз в это время вот Тухал появилась и так далее, который сейчас он там написал к ним, ну это же в те годы как раз происходили же. Ну потому что у него же сыновья вот эти... закончил фразу и они все пришли в партию Нуратан и они стали требовать почему вы партия, правящая партия ничего не делаете, вы видите, что у вас настоимая жизнь унистит под носом, сделайте, дайте информацию, чтобы наконец-то разобрались с этим. И партия Нуратан отмолчалась и кончилось тем, что они все стали выходить из этой партии Нуратан, сожгли. А кто партию возглавлял, не помните? Нуратан, кто возглавлял? Может, нет. Акимом области был, по-моему, Кучербаев, да? Кучербаев, да. А он тогда выходил на площадь, приходил? Я вот не помню, что при мне он приезжал, но была в июле, приехали для встречи с нефтяниками, это прежде всего Аким города Ураг-Тарбапеев, это был зам глава Казмана и Газа РД Казмана и Газа приезжал, потом приезжал к Узинь Муна и Газа, директор, был Ишманов на тот момент, и еще один представлял власть тоже. Вот они вчетвером выступали перед работниками, сказали, что если вы в течение двух, в течение семи дней не вернетесь, то вы все будете уволены. Такая риторика была. Интересно. У них не было компромисса, у них не было диалога, они просто выступили и сказали перед фактом, что мы от вас требуем то-то-то. Все, если вы не выходите, вы все уволены, и вы никогда не восстановитесь. И вот после этого люди, конечно, все очень сильно переживали, а в это время и до этого участковые все постоянно ходили по квартирам всех этих местенников, и они просто пугали административными статьями, потом уголовными статьями. И вот это тоже настроило против власти людей. И они вот как стояли на Алане, они каждый день собирались. Летом невозможно было стоять, потому что была жара днем, но утро и вечер, особенно вечером собирались все. И вот они делали собрание, каждый день обсуждали темы, вставали в большой такой круг, в казахский круг, и они обсуждали все проблемы, было ведущим, и каждый мог высказаться, и вот в течение тех этих 7-8 месяцев все, что происходит в стране, все обсуждалось на Алане. И был штаб выбранный, который руководил теми нефтяниками, и так каждый нефтяник, у него семье 5-6-7 человек, плюс куча родственников, фактически весь Жан-Аузен он поддерживал, а население Жан-Аузена в тот период уже было больше 100 тысяч, а сейчас там, по-моему, просто 40 тысяч. Это сейчас, кто выйдет на площадь, сразу террористом оказывается, экстремистом оказывается, но в то время вообще это, конечно, интересно. Они встали на центральную площадь и держали ее. И они, что прекрасно, они сами убирали за собой. Был введен сухой закон, никто не имел права пить. Бастующие же, агрессивными же не были, да, они же... Абсолютно не были. И они держали порядок. И они вовремя... Была возможность, первые месяцы они ходили, кто-то готовил им еду, они приносили. Это жены, матери. Была вот прям четкая работа то, когда, что. В общем, организация была очень хорошая. Но у людей была надежда, да, что они вот добьются или... Как... Ну, я вот... Вы же примерно сейчас рассказываете вот ту риторику, да, которая велась руководством. Да вот, как вы думаете, вот какая была у них вера вот стоять семь месяцев, да, то есть они в итоге верили, чтобы это будет справедливо решат или уже была такая безысходная ситуация была уже. Это были уволенные нефтяники, которые потеряли работу, которым уже нечем кормить семью и уже была последняя капля. Ошибка власти была с самого начала из-за того, что они тут же работодатель поехал в суд, подал их на них и голодовка была сразу признана незаконной. и все соответственно стоящие на Алане нефтяники, они все стали незаконными. И получается силовые органы относились к ним именно как преступники, потому что шли рейды по квартирам все участковые в этом участке, постоянно были какие-то облавы, пытались кого-то арестовать, везти, особенно если вдруг кто-то скажет, что он лидер, вот так, Азацыков приехал в журналист, взял им прием, и Наталья Жигалиева написали, что она лидер заготовки, или кто-то вдруг скажет, что он лидер, на следующий день приходит и арестован, и дает 15 лет и сразу закрывается. Вот Наталья Жигалиева на следующий день была сразу арестована, когда она пошла кушать подруги, прямо ворвались в этот дом, ударили, капитан полиции ударяет кулаком мальчика по лицу, унес от крестиного мозга, его потом отправили в больницу, но этот капитан не был наказан, шли по людям, которые родственники защищали Наталью и Айжан, и прямо всех родственников положили на пол, избили, и прямо вытащили Наталью Жигалиеву и вот методы были самые худшие, и эти методы были не просто дикие, они применялись именно против самих казахов, казахи именно давили и уничтожали вот эти гражданские качества самих казахов, и вот это вот больше всего неприятно тут то, что вот есть такое выполнение команды, несправедливая команда, которая выполняется вот в веселых сексурах, которые делают и ломают, пытают и бьют, и это все было в период забастовки на протяжении семи почти восьмином. И вот так это забастовка вначале была вера, люди верили, что все власть и руководство примет решение, все разберется, что будет примирительная комиссия, потому что по закону, к которому мы все привыкли, должна была быть организована сразу примирительная и тогда 50% обеих сторон, работодатели и работники бастующие садятся за стол переговора и все это приводится в норму. Каждые свои доводы и после этого принимается какое-то решение. А здесь никакой примирительной комиссии, работодатели и власти отказались пойти по этому пути. А вот в то время, вот сейчас, например, когда Арселор продавалась, вот эта сделка, она же все равно правительство сообщало, с кем идет переговор, вот там мы продаем, мы там вот, а вот в то время получается, ну это же тоже Каражанбас, это же ключевые нефтяные компании, получается, в то время вот захотел человек продать, да, он спокойно продавал долю китайцам, итальянцам и так далее. Это была вот такая вот, такая свобода была у бизнеса, вообще у власти, получается, да, это же, ну вы поняли, да, чем я говорю, вот Арселор, как сейчас происходит, ну более-менее, да, это же была такая, там, объявили, там, мониторили общественную, там, реакцию, да, вот в то время вот захотел, продал, захотел, вот прям вот вот так вот нагло двигались? Как скажем? Ну это двигались Назарбаевские, ему полюбают, его, по его команде его отношения, и, конечно, это все делалось бедно Назарбаеву. А в отношении Арселор Миттл там ситуация похожая, потому что все равно последнее слово было решает неформаевство. И тот же Миттл, это лицо, которое, соответственно, почему их договоры засекретили, и почему всегда наши суды защищали Миттл, потому что был секретный договор, в котором в суде адвокаты Миттл всегда ссылались на эти сделки. И всегда решение вносили. И вы думаете, по этой сделке тоже принимал решение Назарбаев? Ну, то, что по Арселор Миттл, да, он ставился в бизнес, это обязательно, потому что по его слову его команда была там. И все наши гранды предприятия, начиная со Сунка и других, они все так или иначе только по команде Назарбаева, Казахмута и так далее. А что касается Узей Мунайгаза, то это была стопроцентная национальная компания, и здесь была сильная независимая профсоюз. И вот эти профсоюзы действовали руководству договором, коллективный договор, который сохранял вот эти еще сильные позиции профсоюзных лидеров. Потому что всегда работодатели хотели ставить своих людей во главе профсоюза независимых. И всегда профсоюзы защищали своих людей, старались, чтобы был независимый человек, грамотный, который бы они могли доверить, и который защищал бы их интересы. Потому что как только ущемляются права работы по зарплате, они сразу организовываются и выходят на сборку. Они требуют. Сначала они решают вопрос, управляя председателя профкома, он идет и разбирается. Если его условия не принимают коллективы, то, естественно, он обращается к Союзу и его, ищет поддержку, если он не получает, начинает сгибаться. И у того же Миттелла есть же производство и в других странах, например, он же закон соблюдает, там же нет вот такого условия труда, не созданной же. Получается, это же так же и по Арселуру Миттеллу, это вот созданное на Зарбаевом условии для народа. Вот дело как в том, что наши казахские власти, власти Республики Казахстан, они поломали вот эти независимые государства, они их уничтожили. Они сделали это сознательно, чтобы они могли спокойно продавать, переводить бывшую народную собственность в частную и продавать дальше иностранцев. Вот это они стали делать очень легко, потому что мнение трудового коллектива ничего не значит. И коллективный договор ничего не значит. Решает только работодатель денежный мешок, который приходит и платит Назарбаев в долю и все, они сами решают, продают, а это просто бессловесные работники, которые не имеют трудовых прав. И всегда государство на их стороне. Есть только Назарбаевские интересы и больше ничего, да? Галан, теперь смотрите, мы возвращаемся на 16 декабря. Можете описать, что было, как было 16 декабря в этот день? Давайте вспомним. С самого раннего утра, так как это был праздник, 16 декабря, то по заданию Акимата, во-первых, были расставлены юрты, и за каждую юрту Аким сказал, что если что-то такое будет, то он готов заплатить 2 миллиона деньги, и в это время у нефтяников, которые стояли на Алане, им поступила информация, что готовится провокация против них, и они стали спрашивать Урака Акарбатеева, это было 14-го числа, по-моему, 14-го декабря, и вот Урак сказал, что я вам всем клянусь, что ничего не будет, никакой провокации против вас не будет, юрты пусть стоят, мы готовы будем платить, что произойдет, я готов 2 миллиона за каждый месяц платить, и люди, народ немножко спокойно, и в это время по Казмунайфилд сервис Мирошников он на свои деньги приглашает Толгата, одного из нефтяников, лидеров забастовки, поехать в Астану, и встретиться с представителем администрации президента, это было как раз вот числа 12-13-14 декабря, и вот он прилетел в Астану, был какой-то огромный джип, и его посадили на переднее сидение в этом джипе, и сказали не поворачиваться, сзади стело какое-то важное лицо, и Толгат ему стал объяснять, что надо наконец-то разрешить этот вопрос, что должна быть примирительная комиссия, что эффективная, все объяснить надо людям, и это важное лицо сказало, ну все, я выслушал, можете идти, и он спрашивает, что мне передать ребятам, всем, которые стоят на Аланде, и он сказал, мы вам дадим и Толгат его опять сажают на самолет, он летит в Актау, приезжает Джананзен, и на Аланде все его ждут, ну как, какой результат, что, и он говорит, ну мне сказали ждать, чего-то ждем, и вот наступает 15 число, и 16 утром по команде Акимата все директора школы вывели детей на площадь Алан, и вот там начинается вот эта процессия праздничная, идут кони, стадники, показывающие там древние времена учебников, и вот они проходят под эту огромную оглушающуюся музыку, и вот где-то часов, это в 9 началось, в 10, в 10, и самое интересное, по тому, что у меня есть за день до этого в Акимате собирали всех сотрудников и говорили все ценное убирайте из Акимата, что будет то-то то-то право, ну, что надо все убирать, будьте готовы, да, что будут беспорядки, и вот они заранее все это знали, они все это убрали, и кроме того, когда солисты, певцы в этот день соглашенные артистами на 16 число выходили из Акимата и всех тоже на путь придавали и говорили, как только начнется, вы сразу убедитесь, и вот когда этот концерт был, вот эта вся оглушающая музыка была, и вот в этот момент всех нефтяников сознательно привели огромное количество полицейских, и они окружили всех нефтяников на Алане и стали сжимать их кольцом, сжимать и естественно это вызвало протест, потому что 8 лет, 8 месяцев они находились на Алане нефтяников, и к тому же они уже голодные, уже там Абай был парень, он не выдержал 8 месяцев забастовки, так как нечем было кормить семью, трое детей, и он повесил, наложил на себя руки, и вот там такие случаи, что голод уже людей был, и жанавзинцы помогали кто чем мог, приносили на Алан, помогали, и вот эта злость была, и вот тогда они это пальто из полицейских просто разкидали, прорвали, и вот естественно это все было спланировано, и полицейские стали убегать, и в момент злость была на этот маленький автобус, который был там, этот автобус подожгли, ломали, арматуры били, автобус на 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 провокаторы тоже были да на площади в тот день были были там очень много и скорее всего таки матри организовал раз они вот такие установки давали нет я предполагаю что этого и потом я знаю что они сами полицейские разрабатывали план и они за месяц появилась отряд это орланов черном вот они жили на уровне фурдале и около там 100 человек вооруженный отряд то есть кроме того снайперы были расставлены по лану со всех сторон и вот это все было конечно продумано и самое еще интересное на судебном процессе когда давали показания полицейские ну естественно их заставили выучить там одну и ту же фразу что они стали открыли стрельбу в ответ на как ответ на то что у них кидали люди камни или что-то на самом деле до них не долетали даже эти камни то что они по команде стали стрелять сами сами инициировали но им дали всем такую команду говорить что они делали вот когда первые вот стрелять начали на площади примерно сколько человек было вот этот момент когда было вот на автобус не меньше трех тысяч человек там были дети школьники там потому что не всех детей увели потому что была дана команда уводить детей но естественно это праздник все бегают здесь и дети многие остались потому что когда давали показания на суде нефтяники и другие то одна из нефтяников Айжан она так и рассказывала что когда в нее попала пуля и в нее нога была поломана и она не держалась там она не могла идти она лежала и тут в это время мимо пробегали дети которые тоже убегали обстрелов стрельба когда началась сплошная то радостная пускай в вы вы 100 военных стреляют в сторону Алана и плюс еще снайпер который стреляет и вот под этим градом меня несли дети это где-то шестой-седьмой класс они помогали бежали они бежали в сторону 3 микрорайона там первый попавшийся дом забежали ее прямо сразу положили и хозяева не выгнали растерили ковер вот эта кровь вся хлистала во всю комнату и вот дети это были дети школьники и они побежали дальше оставили ее спасли но тем не менее официальных жертв 17 человек вот несколько разных людей говорят сюжет было больше официально 16 человек там почему-то люди поверили что якобы там морге было 16 лет только но на самом деле там кто заходил морг они видели что там трупы лежали штабелями друг на друг сложены и они лежали как машины все время выезжали жена узена потому что городская больница была строить и там люди все заходили и шлепали по крови которая была на полу и если брать очевидцев то вот например лена пустиченко она оделась она пришла и на своими глазами видела что она видела как одна комната заполнилась трупами открыли вторую комнату там я была полна трупами когда стали трупы ложить на земле на улице и тому же к тому же к этому скорая забирала и увозила увозила две больницы по дороге были в октаву это по дороге житебай была хорошая большая больница туда увозили и увозили в областную больницу в октаву и вот там тоже есть умершие погибшие почему тогда жана узеновцы смирились с этими официальными данными что всего 16 человек погибло куда делись родные и близкие этих погибших людей там есть информация о том что была убита девочка около четырех лет может быть чуть больше 4 5 лет максимум то что мне говорили очевидцы что не всем сказали говорить что она была ранена но как они меня переначально говорили пуля попала прямо в лоб и нас и мама кричала и вот просто огонь велся по людям а когда на суде выступали они говорили мы стреляем якобы вот кстати у этой айжан которые попали и сломали ногу перебили убит был отец на площади и там очень многие потеряли там был учитель колледжа был убит который спасал детей он их выводил оттуда закрывал мест носил ранен которые увидел лежат люди поднимает и несет скорую коры они и боялись тоже подъезжать и все равно скорой были и потом вот кто была возможность как вы думаете кто должен внести в тот момент вот суд бы это же все так в том режиме это же было вот как-то вот все формально и все-таки ответственность кто дал приказ стрелять как вы думаете кто должен ну естественно что силовые структуры они выполняют потому что приказ дается политическим потому что никто не мог дать приказ стрелять кроме как политического лидерства насколько это был назарбаев вряд ли он не знаю не взял бы на себя такое чтоб потом быть проклятым вы думаете все-таки это не назарбаев тогда кто ваше предположение я не думаю что нами на областном уровне кто-то мог взять просто люди конечно чине 8 месяцев дезинформировали то что назарбаева докладывать что они решают дела и назарбаев так и сказал первым делом что мне докладывали что здесь все решается все в порядке на улице порядок и все нормально а естественно местные власти решали эти дела чисто силовым методом чтобы заткнуть свободу людям которые вещали своих продовольствия ну что интересно там же вот министр внутренних дел был тогда косымом да вот таким был в области кущербаев да и никто из них не был наказан дело в том что косымов так и говорил что если будет опираться гонки исходя из операции он обязан дать команду это то же самое что в контакте если есть команда если уже они названы бандитами террористами автоматически вступает в дело операции гонки вот теперь смотрите на площади же люди не бастовали же на узи не дани не бастовали они там не агрессивно настроенные были но тем не менее начали стрелять то же самое на январских событий до мирные жители там ничего уже на узенцев нехтяников версия том почему это все сделали именно под шумок в день независимости 16 декабря для того чтобы как раз они почувствовали власти что запахло жареным и нужно было уничтожить и бухгалтерии когда вот эта стрельба пошла как только началась либо одновременно был организован пожар подвале зимуной газа и там находилась бухгалтерия вот эти все компьютеры которые хранились информацию из них из тех были вытащены жесткие диски а все здание было и там отдел кадров и кричать что у вас не восстановит поставить свои документы в бухгалтерии а мы два россии чтобы быть восстановлены и вот люди так метались и бегали а в это время те кто планировал вот расстрел и вот эту анархию они вот как раз дали команду по прыгая бандитам которые были приведены для того чтобы начать грабить и когда на во время процесса тех нефтяников говорили поднимать хозяев разгромленных тех магазинов это они говорили ломали стекла и грабили сценарий да а вот если вы вот наверное вот это все организаторы конечно не догадну не предположили что вот этот видеоролик всплывет да на самом деле же помните вот этот видеоролик всплывут я лично когда увидела и нам сказали это были резиновые пули все живы и здоровы вот как-то вот так пытались но это еще в те годы еще не там и первый же вопрос это почему не использовали а потому что мы не нужно своим гражданам который можно было уничтожить убивать а то что на лане стояли просто горожане люди которые поддерживали и шли даже на праздники то что там были дети это вот наверное лицо власти она же что вот в женаузенских событиях что и январских событиях народ ждет потому что иностранный инвестор не будет ничего более если он азии особенно он не будет заморачиваться по поводу прав человека по поводу этих вещей он просто будет делать деньги должны это на уровне коррупции которая вот и нужно только при разделе национального богатства между вот коррупционерами динамики где но президентом страны и иностранцы вот поэтому отношение казахскому населению было вот их на можно бить можно давить и все структура воспитывалось на это они должны бить граждан потому что там интересны и силовых структур потому что все эти начальники кормились и депутаты которые шли они тоже кормили потому что делались врезки в эти трубы нефтяные и каждый большой начальник имел свою врезку они воровали эту нефть через свои бензоколонки там и подогревали это нефть и продавали как визуну там у этого на мага стал и те знают даже делали портили экологию родного края тем что они создавались огромные мистерные озера выливали это все теперь делали огромные озера и эти старения отправлялись и когда нужно приезжали закачивали а как вы думаете почему до сих пор боятся люди говорить о женовой зине вот прошло сколько лет они боятся потому что до сих пор весь город и у кого находили фотографии или видео их всех пытались тех задерживали и потом били и все прекрасно знали что если для задержат то чтобы что захотят вот так же как пошел за кинжибаев к своей дочери которая в это время была в роддоме и она должна была родить и он пошел в роддом и вот он идет из своего поселка близлежащего и его патруль хватает увозит и просто он просто шел по дороге и его увезли там били до такой степени били что почки все у него было выбито а потом привезли домой выбрали чтобы умирать в этот же день ночь его не было два дня его били старшая дочка пошла его искать одна и побоялась пошла ее тоже схватили это же ее били естественно такая была хорошая семья спустя я не знаю поменьше года жена умерла и потом вот это девочка на основании делать нажимаю и осудили как начальника этого сезона удали 5 лет старший лейтенант как будто там не было полковника генерала как как всегда наш найдут какого-то крайнего это же такой ему единственного запутки посадили на 5 лет слушать это прям вот в точь-в-точь этот сценарий а вот вас самого не не преследовали из-за вот ваших расследований во первых начале когда я появился ну я был на забастовке я просто спокойно сидел вместе познакомился со теми они буквально каждый мог общаться и вот те восемь месяцев забастовки вот как я появился то я фиксировал все нарушения против них я это все записывал сделал делал видео все события которые происходили все началось конечно вот на самом женозе нет того резкое обострение пошло после убийства трубаев трубаев это был молодой парень которые сказал что он будет создавать профсоюз и он был работник на сервис это как раз для нарочников и а вот именно его первого забили вагончики где месторождение его там его убили вот это с этого все началось и обострение пошло по нарастающей потом убивает дочь краболаева женского ли и было по-моему 20 лет на суд изнасиловали и вот просили степи и опять же кто это сделал естественно что силовая структура так ничего не нашли а папа в это время был на забастовке стоял там и естественно что это тоже подняло градус протеста и вообще на стиле ну естественно еще вдобавок силовики которые ходили по домам и запугивали всех это тоже было неправильно потом конечно когда вы сидите все на забастовке вот уже рун 40 градусов 45-50 градусов а в это время узень-мунайгаз специально делает что подгоняет автобусы и всех детей узень-мунайгазовских и которые работают они сажают и увозят киндерли купаться а тех детей и которые на забастовке их всех никого нельзя не сказали что все мы вас уволим в общем вот такие вещи они как раз и не велико и это так на дрожжах взаимные неприязнь как магло да так действовали я не знаю вот в этом году вы же видели спустя 12 лет в узень-мунайгаз тоже восставали они приехали уже в астану помните ребята приехали которых аутсорсинг отдали там тоже какие-то слевые махинации я вот тоже говорю для чего аутсорсинг давать до компании когда можно этих сотрудников всех штат обустроить да это же не какие-то левые люди но придумали вот эту схему с помахинациями как обычно конечно но тогда же в итоге делать деньги на тендерах потому что узень-мунайгазов единая компания и затем им же самим наверху понадобилось и разграбить на 16-18 частей и потом из них часть сделать частными компаниями то есть это просто чисто денежные моменты тогда зарабатывал не государство а уже честно ну неужели после же замузинских событий это нельзя было вот уже привести в порядок поскольку можно не знаю воровать красть вот эти махинации придумывать вот сами нефтяники которые ели на забастовке пали там жили они требуют давайте поставим табло на лайк на котором будет написано сколько добыто в день не сколько это в долларах сколько заработал каждый из нас благодаря нашему труду сколько заработала компания сколько идет нам работе это все можно делать это есть других стран а у нас этого не будет да и не будет у нас нету интереса чтобы простой казахский народ зарабатывал чтобы простой казахский народ знал видел сколько у нас добывается нефти си не дай бог кто-то больше начнет зарабатывать или больше знать это тоже видите чревато поэтому вот такая тактика наверное да принципе ну я считаю что это назарбаевская вот такая вот схема она вот поэтому вот там есть сильные профсоюзы там они организовывают там они сразу выступает ну да в америке в европе везде же профсоюз выступает и все пробивает вот на западе у нас казахстана эти традиции эти традиции были у шахтеров пока не сломали это чисто делается значительно и когда их избивали кто их избивал избивали сами руководители нефтянские потому что например тот же мирошников тогда был президентом федерации спорта силовых видов спорта борцы боксеры и и соответственно кто избивал этих ребят на забастовку приходили спортики избивали пока куда брали либо покупаем бандитов либо мы спортсменов и разбираются а потом когда со спортсменами с ними разговариваешь объясняешь вы бьете за что бьете а вот ну нам сказали надо разобраться они плохо себя видно ну то есть у них мышление на уровне то первого класса а то что люди защищают свои права то что они кормят не только себя весь регион вообще мозгов не как вы думаете ну вот опять вот разговор к назарпаеву это я не знаю но назарбаев там не знаю кулебаев как вы думаете они осознают что вот это вот кровь этих погибших людей на их совести или вы думаете они об этом просто забыли и все ну это же просто так не бывает казахта сезона даму канаде гену джерми до барбара хоть перед кайт арлада алладан кайт артиген сякту дунирвар как я не представляю как можно вот но не все понимают прекрасно единственное что живут как в иллюзиях на обмане ведь они же для чего мечети для того чтобы можно было получить искупление и вот например даже тела я сколько езди раньше были библиотеки или там раньше был дома культуры а сейчас за место них единство культурный центр только мечети ничего нет больше волны никакого культурных ничего не общественность публичных вещей карта культуры нет вот интересно да вот после жана узеновских событий 12 лет прошло и ничего да и вот теперь смотрите мне вот знаете какую вот версию сказали что жана узени живут одни уралманы которых по ошибке туда вот расселили что они вот такие вот наглые такие вот иждивенты да не хотят люди там предлагают зарплату вот сейчас по 700 тыс они вот такие бессовестные по когда вот там не знаю кто-то там какой-то там караганде зарабатывать 200 тыс спокойно живут они вот такие вот вот такая вот идет сейчас информационная да вот такая стратегия есть настоящий казахский свободный дух и вот если батыры есть которые имеют право говорить и считают можно всегда говорить потому что каждый казах это свободно независимый если ты молчишь и тебе нет желания ты не занимаешься политикой не интересующийся ты не казах потому что казах это батырство это защита своей семьи право голоса на любом собрании это да когда ты говоришь листу хану все его врехи и все народное собрание для защиты потому что хан имеет право наказать заправлен и вот это как раз незыблемо если есть казахская традиция казахской корни и тогда вот народ собой а если ничего этого нет тогда вот все что осталось это вот на западе колон смотрите вот произошли жильтухсанские события потом уже на узенские события и вот январские события произошли и вам не кажется что вот эти все события все таки системе удалось вот сломать наш казахский дух потому что на самом деле сейчас народ понимает если ты выйдешь на площадь то тебя ждет пуля тебя признают экстремистом террористами тебя посадят и это в лучшем случае в худшем случае тебя там закопают расстрелят и все и мне кажется к сожалению надо признавать что система сломала нас народ систему сломал вам она уничтожила нашу ценностную эту матрицу и вот именно дух свободы дух батырства это сто процентов и поэтому сделала из нас просто зависимым населением от начальства и руководства которая номенклатура которая живет для себя выстроила свою иерархию и ты можешь там состояться только если ты будешь верить в этот культ личности поддерживать эту автократии авторитаризм и соответственно делать только те вещи которые нужны начальство руководству это сто процентов потому что когда же жена узенцами разговариваешь на них говорят по-любому если будет несправедливость мы будем дальше как вести партизанскую войну потому что вот они себя осознают как партизаны потому что мы не верим в эту систему которая навязана им которая несправедливая которая крадет у них нефть которая делает в пользу себя когда они там ну не знаю они ребята все жесткие потому что они видят столько злоупотреблений со стороны руководства это было массовым характерно силы и когда вот я разговаривал даже с директором рд казмуной газа был по кадрам тарас хитов он уже умер вот он как раз вначале требовал от меня опровержения и чтобы я публично там извинился это это до слова свободе слова написал статью когда приехал же нельзя сразу потому что там творилось и видео поставил и вот я пришел и снял с ним другое видео и мы с ним так поладили нормально поговорили и потом спустя три года я его встречаю на конференции по ипдо это по прозрачности нефтяных доходов и он говорит да у нас были проектизные комиссии да они скрыли кучу нарушений коррупционных и вы были правы вот все единственное что он сказал то есть все что там было это вот творилось и большинство просто закрывала глаза потому что им это было выгодно потому что устроиться на работу у земных нас 5000 долларов когда сейчас это наверное больше то есть это даже вот пусть не обижается не там тот же там например был бухгалтерии работал начальником честь него название улицу города а все знают что он брал деньги совсем вот это вот и говорит о том что ценности нет а когда ценности нет нет невозможности расти и создавать гражданскую нацию гражданское общество то есть мы не гражданское общество пока еще нет к сожалению мы даже не родовое общество потому что мы утратили вот это чувство локтя ответственности друг за друга ведение хозяйства все у нас не хозяйственное а он спасибо за интервью я думаю сейчас спустя через 12 лет как раз таки уже пришло время заново по новому ракурсу смотреть изучить жанаузенские события рахмет хорметты улыс медианын көрермендері бүгін біз улысыта 2011 жылы доқсанда оғасында оғасында алған мұнайшылар жаңаузен оқиғасы тақыры бұнда сұхбат кұрдық бұл сұхбаттын егер түйінін айтатын болсақ өкіншіке ора біздеге от жылдағы жүйе қазақ көбалқ коймасын қазақтың көзі ашылмасын қазақ баймасын деген принцип болды бұл енді менің өзінің жеке басымның көзғарасы пікірім тек қана бір тұлға Назарбаевтардың ұғыт басысы төңірегіндегі адамдар ғана байуға құқылы болды жаңаузен оқиғасындағы түпкі тамыр ембек саласында басталған әдлетсіздік қазаққа жалақыны кем беру қазақты кем сүту ден туындаған бұл үлкен конфликт менің ойымша әлі тарихта өзінің пағасын береді ғалымырза қаншама ұққа шыған адамдарды атады қаншама тағдыр шыған адамдарды атады Ресмі ақпарат 16 адамның қаза болғанын айтады ғалымыза Бұл тұсаның әлдеғайда көбекенін айтып отыр Енді 86 жылғы 790 оқиғасы, 2011 жылғы жаңаузен оқиғасы 2021 жылы болған қантар оқиғасы сөзсіз әлі қазақ тарихында өзінің ақиқатын тауып, өзінің бағасын береді деп сенемін Біздің арнамызға жазылыңыздар, жаңа өзен мәселесіне қатысты айтамын, ой айтамын, пікір айтамын деген азаматтар болса, азаматшылар мұша жазыңыздар Біз әлі бұлтақырып қауыраламыз, жазамыз, деген мен қазақтың жаңа батырлығын, қазақтың еркіндігін ешқандай жүйе, ешқандай саяси жүйе, ешқандай автократ адамдар сындыр алмайды деп сенемін Сауылыңыздар Сауылыңыздар